Здравствуйте, я Артём Иванов, директор компании Avimesta. Моя команда строит лучшие домашние кинозалы в Санкт-Петербурге. В августе Всемирная ассоциация AISA осчастливила всех любителей домашних мультимедиа-систем свежим награждением лучших аудио-видео устройств 2022-2023. Видео про лучшие телевизоры уже вышло на нашем канале. Давайте посмотрим на победителей в области домашних кинотеатров в категории Home Theater Display & Video и Home Theater Audio. Айза – это крупнейшая международная ассоциация журналистов в области изображения и звука. Эксперты открытым голосованием раз в год выбирают лучшие продукты в различных товарных группах. Членов жюри достаточно много, и они из разных регионов, поэтому итоговый результат можно назвать достаточно объективным и репрезентативным. Не все из победителей представлены и даже доступны в России, но большую их часть мне удалось пощупать этим летом, поэтому я смогу выразить свое субъективное мнение. Добавлю свой выбор в каждой из категорий, потому что он будет более применим к нашей стране. Номинация «Лучший ультра-краткофокусный проектор» из Jimmy Aura. В прошлом году номинацией для ультра-краткофокусных проекторов было аж три. Best Buy, то есть оптимальное соотношение цена-качество, лучший лазерный ТВ, то есть комплект с экраном, и лучшее решение премиум-уровня. В этом году номинация всего одна. Думаю, это связано с тем, что срок жизни проектора на конвейере достаточно долг, и все классные новинки уважаемые производители выкатили год назад. На этот год остался только их Jimmy. Это что за покемон? Это китайский бренд. Появился в 2014 году и за пару лет захватил значительную долю рынка Китая. И уже второй год успешно штурмует европейские рейтинги. Aura — новая ультра-краткофокусная модель с лазерным источником света, яркостью 2400 mAh. Десятибитная матрица, согласно данным на сайте производителя, способна покрыть 80% цветового пространства DCI-P3, что на первый взгляд вроде как неплохо. Операционная система Android TV в точности повторяет Xiaomi Mi Box. Вроде ничего и выдающегося. На Алиэкспрессе можно найти с десяток ноунейм-проекторов с такими же характеристиками. Почему же его признали лучшим? Когда я увидел Aura впервые, меня поразило необычайное внимание к мелким деталям. И детальность эта не является результатом работы матрицы. Она здесь совершенно обычная. Коллега, у которого он стоит в шоуруме, сказал, что намерил не больше 170 кандел на метр квадрат и в самом ярком режиме. Что немного. Но и он удивлялся, насколько ярко и красочный глаз воспринимает эту картинку. Дело в процессоре собственной разработки, который на простой картинке подчеркивает то, что мы хотим видеть. Из-за этого картинка порой смотрится чересчур искусственной. Движение похоже на то, как его отображали телевизоры Philips системой Digital Natural Motion лет 18 назад. Слишком плавно. А когда эффекты в кадре становятся чересчур сложными, можно наблюдать, как фильм превращается в компьютерную игру. Обретает совершенно неживой, яркий, но рисованный вид. Будто это постер какой-то. Почему этот проектор получил премию? Из-за цены. В России он стоит 260 тысяч рублей и является самым бюджетным решением на рынке, сравнимым разве что с Xiaomi двухлетней давности и ценами на китайские си-бренды с Алиэкспресса. И если относиться к этому проектору не как к серьезному аппарату, а как к первому шагу в мир большого проекционного изображения, он прекрасен. Это явный прогресс по сравнению с китайскими ультра-краткофокусными проекторами в этой ценовой категории. Хотя я бы добавил и купил Epson. Там картинка выглядит менее мультяшной и более кинематографичной. Номинация «Лучший проектор для домашнего кинотеатра» Epson EH-LS12000. Новые лазерные проекторы от Epson ждали все, кто хоть краем уха слышал об их появлении. Все-таки его предшественник, модель 9400, стала настоящей легендой, предложив рынку классное изображение и универсальность, яркую лампу и огромные диапазоны регулировки оптики. LS12000, его наследник, безусловно, лучший проектор в своей ценовой категории. Хотя он по-прежнему строится на трех LCD-матрицах с разрешением Full HD, а значит это не native 4K проектор, новая система сдвига делает это абсолютно незаметным. Яркость лазера 2700 lumen. Это очень серьезный показатель, который позволит ему тянуть экран любого доступного размера и из любого LR-материала. Добавляем 32-битную обработку изображения. Да-да, напоминаю про 10 бит в X-GIMI. X-GIMI считает это много. Поддержку HDR и HDMI 2.1. Широкий диапазон регулировки линзы тоже на месте. Меня раз 30 за месяц спросили, лучше ли он GVC NP5 или дорогих Sony. И мой ответ – нет. Тот уровень черного, на который способны лкос-проекторы, для 3LCD по-прежнему недостижим. И при этом он дешевле и практичнее. Он переигрывает кинотеатральные проекторы начального уровня, вроде BenQ W5700 или Optomo UHZ-65LV, в одну калитку. Но по цене оказывается ровно на полпути между ними и лкос. И в этом его сила – это прекрасный по соотношению ценокачественный продукт, который удовлетворит потребности большинства потребителей. Идеальный инструмент для погружения в кино. Мой рекомендацион. Номинация «Лучший игровой проектор» – BenQ X3000. В предпоследний день моего пребывания в ЕС мне таки удалось посмотреть на эту игрушку. Проектор явно выпустили в пику китайцам. Компактная коробочка со встроенным звуком и массой функций вроде продвинутой корректировки трапеции. Яркий, полностью светодиодный источник света аж на 3000 ANSI Lumen позволяет использовать его даже при свете. А огромное количество игровых режимов и минимальное время отклика поможет геймерам выигрывать сетевые баталии. Недостатком является низкая контрастность – всего 10 тысяч к одному. Видимо, поэтому X3000 позиционируют как игровой проектор, чтобы не сравнивали с недорогими кинотеатральными проекторами конкурентов или недорогими проекторами от самого BenQ. Мне показалось, что он мог бы посостязаться с теми же лазерными XG, которыми признавали лучшими в прошлом году. Потому что те ребята вообще контрастность не указывают. Премию этому проектору одобряю – штука стоящая. Номинация «Лучший мобильный проектор» Philips GoPix One. Единственная номинация, в которой я одобрил бы победу какого-нибудь китайского проектора. Эта категория товара пользуется максимальным спросом в Поднебесный. Соответственно, и конкуренция среди местных производителей максимальная. И китайский проектор таки победил! А вы знали, что вся аудиовидеотехника под брендом Philips, концерном Philips, скоро 10 лет как не имеет никакого отношения. Добро пожаловать в Гонконг. А европейцы до сих пор им премии дают. Не думаю, что этот проектор будет продаваться в России официально. Тем не менее, надо знать, что он может в течение двух часов выдавать картинку 75 дюймов с пристойным звуком. А для подключения к устройству на любой операционной системе не нужны провода. Если кто-то ищет мобильное решение в дорогу, почему бы и нет? Хотя на Алиэкспрессе вариантов много. Теперь номинация поинтереснее. Лучший медиапроигрыватель. Zidu Neo S. Смотрели-смотрели китайцы, как французы со своими запятий и ревонами премии получают. И решили повторить их успех. Сотворили они этого монстра из отборных компонентов. Полностью балансная конструкция на основе пары ЦАПов ESS-9068 в тяжелом алюминиевом корпусе. Смогла ли китайская фабрика запрыгнуть в высший сегмент медиаплееров? И мой ответ – нет. Не довелось сравнить ее с запятью лоб в лоб по качеству воспроизведения музыки. Может, оно и прекрасно. Но на видео он проигрывает конкретно. Мы устанавливали его вместо Nvidia Shield у клиента. Подключили к 760-му проектору Sony. И знаете, Shield показывал не хуже. Запятий при аналогичном сравнении на 77-дюймовом OLED сразу вырвался вперед относительно Shield. Да. Звук, да, верю, что с таким функционалом на борту он может пободаться с самыми лучшими. Но по мне, это китайский аппарат с тем самым невниманием к деталям. Он может повиснуть на сложном контенте. У него может отвалиться HDMI-контроль. Да и приложение, мягко говоря, не идеал. Говорю как человек, который с ним немножко занимался нездоровой любовью. Долго. Самое обидное, что клиент был пожилой. Ему надо было все объяснить. А у этой тв... HDMI-контроль отваливался за неделю раза 4. Представляете? Библиотечную систему, характерную для запятий российской дюны, ZIDU добавили. Но пользоваться конкурентами намного проще. Стоит ли его брать? За такие деньги, пожалуй, нет. Пойдем в аудио. Номинация «Лучший аудио-видеопроцессор Anthem AVM90». Начнем с того, что это первый процессор, который имеет 4 независимых выхода на сабвуферы. И, что важно, способен их самостоятельно откалибровать. Это уникальное решение, потому что ни Dirac, ни Odyssey, ни редкие системы вроде Линдорфа на такое не способны. Потрясающая опция этот ваш AirSeek Genesis. Процессоры-ресиверы Anthem — это единственные аппараты, к которым не нужно в помощь MiniDSP 2X4 HD покупать. И за это мега-респект. В целом же, к вашим услугам 19 каналов процессинга, HDMI 2.1 со всеми прелестями гейминга на максималках и идеально ровным тональным балансом. У нас на канале есть видеосравнение AV-процессоров Arkham и Yamativa. Так вот, этот Anthem из другой лиги. По характеристикам вроде SNR он приближается к Тренову, легенде из легенд. Ах да, забыл упомянуть. Anthem, в отличие от большинства конкурентов, не любит глючить. Он не скидывает настройки, не выдает ошибки HDCP, не подвисает при смене предустановок. Он просто работает. И своих денег поэтому, безусловно, стоит. Поеду его настраивать в октябре-ноябре, может, получится его снять. За этот выбор Айза однозначный респект. Номинация «Лучший усилитель мощности для домашнего кинотеатра» — Trinov Amplitude 16. Правило. На любом награждении Айза должен быть какой-нибудь Trinov. АВ-процессоры от этого французского бренда известны как самое лучшее, самое топовое, абсолютно несравнимое ни с чем решение. Trinov пошел дальше и представил линейку усилителей мощности на основе модулей класса D от Ice Power. Получилось по 200 Вт на 8 Ом на 16 каналов. 16, Карл! Чтобы питать эту красоту, встроили два отдельных блока питания. На каждые 8 каналов установлен свой. Выходит, что для большинства кинозалов Amplitude 16 — это все, что нужно. А еще он тяжелый, металлический и монтируется в рэк. Очень крутой усилитель, который, к сожалению, послушать не удалось. Но возможно, тече представится, я уверен. Номинация «Усилитель мощности» Primare A35.8. Еще один мощник класса D, на этот раз на базе Hypix Encore, отличающийся абсолютной универсальностью использования. Любые каналы в нем можно омостить, то есть объединять мостовым соединением, после чего мощность удваивается. А можно организовать биампинг на LCR-каналах, а оставшиеся два усилителя пустить на тыл. Когда их 8, есть с чем поиграться. Немного о звуке. Я его слышал с топовыми Dinaudio, которые в принципе раскачать сложновато, и он справлялся с ними без всякого моста. Усилитель способен выдать феноменальную мощность и отличную детальность. Я, когда его услышал, даже подумать не мог, что это класс D. Отличный агрегат, который можно посоветовать любому аудиофилу или киноману. И, кстати, в следующий раз, когда очередной клиент мне будет говорить только не класс D, Primare. Почти вся премия 2022 года, она про деньги, не про сумасшедшее качество. Множество китайских товаров во всех категориях, соотношение цена-качество на первом месте. Год-то в Европе голодный, жизнь-то подорожала. Новинок особенных среди ресиверов в этом году не выходило. Поэтому, когда прилетела новость о вручении AISA 2022, в первую очередь полез смотреть именно эту номинацию. И сначала неприятно удивился. Почему Denon AVR X1700? Если его старшего брата 2700, мы за два года настраивали примерно миллион раз. Ни разу не захотелось ему никакую премию отдавать. А неделю назад мы его продали под мультирум. Он будет озвучивать пять уличных колонок на участке в режиме All-Channel Stereo. В доме всё на хелсе, учитывая наличие и очень сладкую цену на 1700, решили попробовать его. Перед установкой включили у нас в офисе и удивились. Агрегат-то достойнейший. Конечно, он не так универсален, не так динамичен и не так въедлив, как прошлогодний победитель Yamaha RX V6. Но он дешевле на 30%, а это решает многое. И, кстати, менее дорогая Yamaha, которая V4, значительно проще, чем V6. Ещё и каналов усиления у него всего пять. Никакого вам атмоса с биампингом, мои любимые аудиофилы. А в 1700 Denon функционал полностью повторяет старшего брата Denon 2700. И семь каналов, и Одиссей, и биампинг. А у Yamaha TRX V6 даже епау урезанный. Его вручную настраивать придётся, представляете? И забудьте, как страшный, что он про старую серию S. Все эти S960, S760, S660, которые без слёз слушать невозможно. Полноценный звук, не вызывающий никаких отрицательных эмоций. Вот что такое 1700. Со стандартной акустикой чувствительностью децибел 89, думаю, стандартный домашний 85 децибел звукового давления выдаст. И на этом спасибо. В ближайшее время постараюсь добыть его себе надолго, чтобы снять тест. Заинтересовал он меня чрезвычайно. Стоило мне заговорить про год экономии, как подъехал лютейший хай-энд. Лучшая серия акустики и лучший сабвуфер года. Объединю их, потому что победитель один. Перлиста. Это первая акустика, сертифицированная по стандарту TX Dominus. Это означает, что она способна выдавать 120 децибел звука с удовлетворяющим голливудские киностудии уровнем искажений в помещении объемом до 184 кубических метров на расстоянии 6 метров от экрана. Чтобы создать систему, способную на это, собрались несколько всемирно известных инженеров и организовали новый бренд. И назвали его Perliston. Кстати, вся акустика Perliston сертифицирована THX, а значит, инженеры этой компании принимали участие в проектировании и доводке этих колонок. Посмотрите ролик на нашем канале, вот где-то он здесь, про эту компанию. В итоге получились настоящие монстры. Это, наверное, самая технологичная акустика, которую я знаю. Каждый динамик – это уникальная разработка. Белелевые твиттеры и исчезвение из углеродного волокна. Вместе они составляют массив Directivity Pattern Control. Цель его создания – абсолютное следование записи при создании звукового пространства. Прецизионный контроль над дисперсией и точная визуализация образов. Добавим исключительный уровень детализации и тщательное следование всем нюансам фонограммы, как в кино, так и в музыке. И все, что я сейчас сказал – почти дословный перевод пресс-релиза Айзе. Что меня, конечно, не красит. Прочитал чужой текст. Впервые мы с моим проект-менеджером Глебом услышали эту акустику в шоуруме дистрибьютора. В таких комнатах всегда подключено все самое дорогое, что у компании есть. И, естественно, оно неплохо играет. Там не было никакого кинотеатра, только пара гигантских S7T, подключенных к какому-то лютому усилителю мощности. Обычно на этот праздник бесконечного бюджета я не обращаю внимания. Играют хорошо, но надо проверять в реальной обстановке. Но здесь эффект был моментальным. То, как они играли, заставило сесть и послушать, а потом еще послушать, а потом еще. Это акустика, которая сражает наповал с первой ноты. Поэтому специалистов Айзе я прекрасно понимаю. У меня мурашки размером с насекомые, когда я говорю про эти колонки. А что с сабвуфером, спросите вы? Да это единственный саб, удовлетворяющий требованиям THX Domino's на потребительском рынке. Что ты тут еще скажешь? Это гигантская машина для убийства с усилителем номиналом 3000 ватт и мощничным DSP последнего поколения. Он играет в высшем классе и, наконец-то, задает новую планку сабвуферного совершенства. Легенда Velodyne Digital Drive спустя 20 лет, наконец, пала. Теперь, после Перлистена, вернемся к земному, к саундбарам. Саундбарам в этом году раздали аж 6 прений. По ним очень кратко. High-end саундбар The Violet Dion. Может, конечно, что-то изменилось, но мне казалось, что этот саундбар можно назвать главным провалом года. И неожиданно лучший. На тебе. Технологически и по характеристикам он, безусловно, прекрасен. Управляющий прекрасного High-end бутика на окраине Рима как раз распечатывал его впервые, когда я вошел, чтобы договориться с ним о сотрудничестве. Мы вместе выпили кофейку, включили его и пришли к выводу, что фигня какая-то не играет вообще. Очень яркий, очень неестественный звук, который понравился бы детям. Такого же мнения придерживаются американские журналисты, обозревавшие его несколько раз. Может, в программном обеспечении что-то допилили? Не знаю. Завтра лечу на выставку ИФА. Послушаю еще раз. Кстати, подписывайтесь на канал. Увидите многое. Best Buy Soundbar TCL C935U. Судя по названию, специально предназначен для старшей серии телевизоров TCL, которая тоже 935, хотя обладает всеми необходимыми интерфейсами для подключения. Он построен на основе технологии RayDance, которая значительно расширяет слышимую стереобазу, несмотря на компактный размер. Вторым важным отличием от конкурентов является платформа DTS Play-Fi. Это делает TCL первым саундбаром из Поднебесной, способным работать в составе мультирум-системы. Бонусы – это калибровка с помощью микрофона смартфона и возможность докупить беспроводные тыловые колонки. Правда, качество его звучания на выставке ИФА никаких эмоций у меня не вызвало, а в магазинах в Берлине я его не нашел. Так что не знаю, как он будет в реальном помещении звучать. Лучшее кинотеатральное решение – Ljöwe Klang System. Ее мне удалось послушать целиком. Играет напористо, ярко и очень насыщенно. Играет как полноценный домашний кинотеатр. Потому что она с тыловыми колонками. В кино не показалось мне чем-то значительно превосходящим новой Samsung Q990. Правда, она дороже значительно, чем Samsung. Видимо, надо распробовать получше. Но качество сборки и дизайн, как всегда, у Леви потрясающие. Фотографии вообще не передают, насколько он классный. Лучший компактный саундбар – Polk Audio Magnify Mini AX. Очень длинное название для такого малыша. Слышал мельком? Запомнилось, что по нему вообще не скажешь, на какой ширине стоят динамики. Он же малючка. Что для саундбара безусловный успех. Можно докупить пару тыловых беспроводных колонок. Тогда будет вообще огонь. Учитывая невысокую стоимость, примерно в 500 долларов – отличный выбор для небольшой спальни. Лучший саундбар все в одном – Philips Fidelio FB1. Вообще не согласен. Уж насколько я предвзято настроен к бренду B&W, но в этом году на меня самое яркое впечатление произвела Panorama 3. Именно как она работает без помощников, вроде сабвуфера или тыловых колонок. Philips, честно говоря, не слышал, но почему-то уверен, что переиграть B&W или даже Ambeo от Sennheiser ему будет непросто. Не согласен. Ну и, наконец, последний саундбар. Господи, сколько же их с премией AYZE. Hysense U5120GW. Номинация называется Home Theater Soundbar. Ребят, AYZE, вы уж там как-то получше разделяете свои награды, а то вообще непонятно, в чем отличие. Вроде это саундбар без тыла, но с сабвуфером. Наверное. Чем он отличается от Philips? Пресс-релиз AYZE не дает никакой информации, чем он такой особенный. Он легко передает динамику, вес и объемный характер звуковых дорожек в фильмах, создавая крупномасштабный потребительский опыт. Как-то так они это описали. Вроде должно быть масштабненько. Посмотрим, до России он пока не доехал. Итак, подводя итоги, согласен ли я с премиями AYZE 2022 года? Проектор года Epson LS12000. Безусловно, да. Для Epson это новый уровень. И ничего подобного в пределах той же суммы купить невозможно. Ультра-краткофокус года и к сжиме Aura. Не согласен. Считаю, что дали только потому, что все классные модели получили AYZE год назад. Тогда-то они много номинаций расплодили. Игровой проектор BenQ X3000. Классная штука, безусловно. Выбрал бы его вместо любого китайца за предсказуемость результата и безглючность. Мобильный проектор Philips. Ничего не могу сказать. Не являюсь специалистом в этой категории товара. Медиа-плеер Zidoo. Опять же, такое чувство, что с запяти уже премию дали. А больше пока давать некому. Плеер хороший, безусловно. Но немножко глючноват. И на нашем рынке я бы выбрал Dune. Процессор Anthem. Да, 10 раз да. Аппарат имеет уникальную фишку. Калибровка четырех сабвуферов. И при этом обладает одними из лучших характеристик на рынке. Кинотеатральный усилитель мощности Trinov. И снова да. 16 каналов в одной коробке. Да еще с традиционным для Trinova перфекционизмом. Это интересно. Усилитель мощности Primara. 8 каналов. Крути их как хочешь. Компоновка классная. Каждый раз подбирая оборудование для кинозала, я мечтал о таком устройстве. Обязательно используем, когда приедет в страну. Ресивер Denon AVR-X1700. На безрыв ей рак рыба, как говорится. Аппарат интересный, спорить не буду. Впечатление произвел сразу, с первого звука. Будем использовать. Заслуживает ли премии? Такое себе. И, наконец, акустика Перлистен. Бескомпромиссный референс. Знаете, захотелось кинозал с акустически непрозрачным экраном на этих напольниках построить. Посмотреть, как это будет работать в собранном виде. Премия заслуженная. Видео получилось длинное. Но и номинаций много. Пока на Айза остановимся. Если вам будет интересно, дорогие зрители, напишите в комментариях. Сделаю обзор на категорию Hi-Fi. Там еще номинации 20. Напоминаю, что все, что я говорил, является моим субъективным мнением. Которое совершенно необязательно должно совпадать с вашим. Именно вам должна нравиться ваша система, не мне. И главной особенностью нашей компании является создание системы не под наши представления о прекрасном, а под ваши желания, ваши потребности и приоритеты. Обращайтесь к нам с любыми вопросами. Контакты есть на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok